ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропагандисты, наконец, перешли в формат цифрового вещания. Если зомбоящик у вас дома старенький, останетесь без любимых сказочников. Даже Владимира Путина такой телевизор перестанет показывать. Ой, беда. Впрочем, выход есть. Например, всегда можно приобрести в кредит, конечно, зато новый ящичек. Ну, а для тех, у кого совсем... Денег, как известно, нет. Впрочем, о бедных гражданах в Министерстве пропаганды, то есть в Роскомсвязи, также не забыли. Ребята договорились с китайцами, те наклепали специальных дешевых цифровых приставок. Они, разумеется, тоже стоят, но дешевле, чем новый телек. Покупаешь такую чудо-штучку, подключаешь к любому допотопному гробу и ура! Любимые Киселев, Соловьев и Прокопенко снова с тобой, так что не грустите, господа. Новогодний огонек на первом и обращение дедового к нации вы не пропустите. Ну, а то, что раскошелиться придется, так кому сейчас легко? Ребятишки из Останкинских коридоров и соответствующих чиновничьих структур тоже кушать хотят. Начинаем! Хорошая новость для родителей. Более 5 миллионов несовершеннолетних россиян попали в списки возможных террористов. Речь идет о базе, которую сегодня в российском сегменте всемирной паутины ведет некая организация под названием Лига Безопасного Интернета. Ребята из этой конторы денно и ношно бдят за социальными сетями, отслеживая неоднозначные высказывания пользователей. Двусмысленные посты наблюдают за происходящим в некоторых сообществах, которым даже название обалденное придумали деструктивные. То есть, вроде как доброе дело делают действительно лучше ведь перебдеть, чем недобдеть, ну, чтобы там еще одна Керчь не повторилась или Архангельская история. Вот только все это сказки про белого бычка. На самом деле, никому эти псевдоагрессивные малолетки не нужны по большому-то счету. Вернее, не так. Не нужны отморозки, готовые убивать. Про этих и так давно спецслужбам известно. Зато нужна красивая легенда, чтобы отслеживать настроение в массах, особенно среди молодежи, чтобы выявлять наиболее активных ребятишек и либо на разъяснительную беседу, где доходчиво объяснят политику партии, либо осторожно двери закрываются. Ну, это уж для совсем непонятливых с задатками лидеров. Короче, вопрос этот чисто политический. Продолжаем бороться с инакомыслящими. Однако на днях об этом заговорили еще и как о государственной программе. В России могут появиться кибердружинники. Законопроект об их создании подготовили в Госдуме. Что будут искать эти кибердружинники на виртуальных просторах? Мы попытаемся узнать вместе с Иваном Евдокимовым. Он уже у нас в студии. Иван, ну рассказывайте мне, это что, очередное закручивание языка в интернете нашего? Да, тут относиться как угодно можно, но на самом деле кибердружинники уже давно существуют. Есть даже какая-то определенная схема работы. Ну, сейчас все расскажу. Теперь на пальцах. А дело в том, что Лига Безопасного Интернета – это частная лавочка. Их вот это вот бдение за личными аккаунтами в соцсетях не совсем законно, что ли. А по-простому, даже для российского суда доказательство вражеской сущности пользователя, добываемые на просторах рунета клоунами из данной лиги, фелькина грамота. Ну, кто они такие? Специалисты великие. Кто их вообще уполномочил на это? А посему? Неделю назад в Госдуре, то есть в Госдуме, естественно, простите. Так вот, там задумались о следующем. А давайте как-то узаконим работу интернет-стукачей. И разродились законопроектом о кибердружинах блеск. У нас же денег нет только на пенсионеров, на социалку, на увеличение зарплат бюджетников и уровня жизни людей, на какие-то действительно нужные для граждан проекты. А на полицейщину бабло всегда найдется. Да и уж стукачей, хороших и много. И это, похоже, еще один будущий нацпроект великий и могучий. Радуйтесь, ура, патриоты! Ненавидеть соседа и гадить ему из-под тишка скоро может стать и весьма почетным занятием. Кстати, не забудьте сходить на могилу деда-ветерана, похвастаться по этому поводу. А это реальная журналистика в борьбе за это. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! В Свердловскую область вас приглашаю. Слушайте, ребята, когда вы увидите то, что я собираюсь вам показать дальше, вы обалдеете. Потому что я, если честно, чуть в осадок не выпал, когда он ее услышал. Итак, на видео руководитель департамента молодежной политики региона Ольга Гладских встречается с юными активистами одного из муниципалитетов. И вот на этой встрече кто-то из ребят задал барышни вопрос о недостаточном финансировании детских проектов. Поинтересовался человек ждать, не ждать чего-то в будущем. А вот таким был ответ чиновницы. На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Государство их не просило вас рожать. Какая приятная неожиданность. Слушайте, мне одному показалось, что от данного высказывания чем-то вроде фашизма попахивает. Хотя нет, не попахивает, воняет. А что в следующих своих выступлениях эта чиновница будет говорить? Майнкамп начнет цитировать. Мы, вы, мол, где недочеловеки, поэтому вас пора отстреливать. Мне, к слову, интересно, почему прокуратура до сих пор не возбудилась по этому поводу следственный комитет. Выше стоящее руководство в лице губернатора Куевышева отреагировало примерно так. Будем разбираться. А сама госпожа Гладских в срочном порядке ушла в отпуск. Устала, наверное, потому что людям хамить. Я помню просто 24 сентября. Я вот так сижу у губернатора. После недельного забоя я проиграла выборы. Я бухала. Дома. Никуда не выходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит, вас губернатор ждет через 2 часа. Он сможет приехать. Я приезжаю. В джинсах такая. Уборышки. С певасиком. Сиди. Это 24 сентября. Я говорю, слушай, ну Леня что-то не занимается молодежной политикой. Я говорю, да хуй я в себе. Я в курсе. Я хочу разделить. Создать орган. Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить? Вообще, я обожаю наблюдать за этими оборзевшими в конец жирными котами и кошками чиновниками. Государство вам ничего не должно. Серьезно. Правда, правда. А вы, малоуважаемая, почитали бы определение понятия государства на досуге. Конституцию Российской Федерации полистали бы. Заодно там много интересного написано. И про то, кто что и кому должен во взаимоотношениях гражданин государства тоже. Это первое. Второе. Я так понимаю, девушка не только некомпетентна, но еще и необучаема. Тогда, может быть, ей стоит в какой-то другой отрасли себя попробовать. Уж точно не на государственные службы. Но это так, мысли вслух. Дальше. Ну, а вот эта история уже успела наделать много шума в Рунете. Появились данные кадры в сети. Аккурат в канун празднования Дня Народного Единства. Дальнейший рассказ я буду осуществлять с оговоркой по одной из версий. Исходя, если я лишь из того, что увидел. Потому что какой-то конкретики по этому поводу найти не удалось. Но, как мне кажется, данное кино вполне себе вписывается в концепцию сегодняшней программы. Обыкновенный фашизм. Итак, Московская область, город Матищи. Внимание на экран. Ребят, я не знаю, какие страшные преступления совершили вот эти вот два старика, которых пытаются повязать бравые полиционеры такой толпой. Но что-то мне подсказывает, что дед с бабкой точно не террористы. Сидели на станции, чем-то торговали. Сомневаюсь, что наркотиками или боеприпасами, да и задержание. Вот это вот импровизированное, оно, по-моему, больше на издевательство похоже над людьми, нежели на задержание особо опасных преступников. А если серьезно, я не знаю, как комментировать подобные вещи. Мне противно на такое смотреть, еще более противно от того, что участники всего этого процесса являются людьми в форме. Я сам когда-то носил форму, правда, не полицейскую, а военную носил ее с гордостью. А сегодня мне стыдно, что она у меня вообще есть. Ладно, закругляться пора, и это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее прямо надо мной, вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, не стесняйтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok